Спиночка ровненькая, позвоночник, и здесь у нас ножички, и здесь у нас мальчик. Для большинства женщин это заветные слова, ведь услышать, что твой будущий ребенок здоров и хорошо развивается, доводится, к сожалению, не всем мамам. Поэтому вдвойне обидно отмечают врачи, когда женщины решаются прервать жизнь здорового ребенка. Наборы зачастую идут не из-за пороков в развитии плода. На операцию беременных подталкивают либо родственники, либо неустроенность в социальном плане. Задача сотрудников кабинета планирования семьи, которая работает на базе женской консультации, убедить будущую маму и ее семью не совершать ошибку и сохранить жизнь. Первый аргумент – осложнение. Бывают они у каждой третьей женщины. А у первобеременных сложности со здоровьем встречаются в три раза чаще. Таких в Сочи 11%, и половина из них стоит на учете по бесплодию. Мы год пытались забеременеть, и получилось, и теперь трясемся каждым вздохом. Если кому-то дано родить и сразу забеременела, не стоит обрывать. Тем более, особенно, если это первый ребенок. О последствиях аборта женщинам рассказывают медики, проводят с ними беседы и священнослужители. Убеждаем, подключаем психолога, делаем музей, показываем ребеночка, сердцебиение плода. То есть она слышит его, видит этого ребенка. И даем возможность подумать. Удается, в общем-то, переубедить. Конечно, не всех, но, может быть, одну треть, одну четверть женщин точно приходится, можно переубедить. И я с такими женщинами встречаюсь, когда они приходят на УЗИ и говорят, вот вы знаете, вы меня отговорили, вот у меня уже скоро я буду рожать. Даже приносят фотографии, показывают после родов своих детей. И от этого, в общем-то, на душе становится очень хорошо, что ты кого-то отговорил и спас чью-то жизнь. Жизнь человека, утверждает наука, начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Находясь в утробе матери, ребенок уже в четыре недели имеет свою нервную систему. Он может чувствовать любовь мамы, радоваться и пугаться. Специальное положение, оно меняется с годами. То есть всякое бывает в жизни. То есть мы ни от чего не застрахованы. А дети – это продолжение нашей жизни, то есть наше будущее. За первый квартал этого года сочинские медики приняли 600 родов. Абортов за это же время сделано 37. Для одного города это достаточно хороший показатель, отмечают врачи. Ведь в целом по стране цифры пугающие. В год миллион абортов. Запретить прерывание беременности не получится. Но вот помочь женщинам можно. Акции «Подари мне жизнь» или «Неделя без аборта», которые приносят положительные результаты в женских консультациях в Сочи, планируют проводить регулярно. Галина Моисеева, Ингагабеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.